Дима Хухлаев, автор, по-моему, всех сюжетов, которые я видел на RTVI по поводу Сирии, по-моему, так, да? Да, наверное. Твоя эксклюзивная тема. У меня вот весь год складывалось ощущение, что еще чуть-чуть и Сирия либо станет новой Ливии, и разразится просто какая-то мировая война вокруг этой маленькой страны, либо вот все-таки должно что-то переломиться. Вот можно сказать, что есть какой-то свет в конце тоннеля? Я бы разделил вопрос на две короткие части. Первое, действительно, летом Америка удержалась буквально в шаге от того, чтобы нанести удар по Сирии, и тогда бы разговор был совершенно в другой плоскости у нас. Второе, по поводу света в конце тоннеля. Лично у меня не складывается впечатление, что он есть. И несмотря на то, что конференция в Женеве назначена на январь, мы с тобой говорили до программы, ирония в том, что она будет не в самой Женеве, а в городе Монтрё, который в 45 минутах езды от Женевского аэропорта. А причина, по которой она перенесена из Женевы в Монтрё, потому что в Женеве конференция часовщиков со всего мира. То есть тебе кажется, что тот факт, что эта конференция оказалась важнее мирной конференции по Сирии, о чем ты говоришь? Это один маленький штрих. Но, впрочем, давайте, может быть, не будем пересказывать подготовленный материал и посмотрим основные вехи того, что за 12 месяцев случилось в Сирии. Сирия, как единая страна, не существует уже два с половиной года. До начала войны ее называли «жемчужиной» Средиземноморья. Сегодня она лежит в руинах. В этом году Сирия удержалась буквально в одном шаге от американского удара по своей территории. После массовой гибели людей в результате применения отравляющего газа зарин в Гуте, пригороде Дамаска, Белый дом заявил, что режим Асада перешел так называемую «красную черту» и удар по правительственным войскам и инфраструктуре неизбежен и может быть нанесен в любое время. К сирийским берегам двинулась американская военно-морская армада, и лишь вмешательство России уберегло страну от еще большей катастрофы. Москве удалось смодерировать соглашение о том, что американцы воздержатся от ракетного удара по Сирии при условии, что Асад сдаст под международный контроль для последующей ликвидации все свои химические арсеналы и мощности для их производства. Каждый день в течение многих недель инспекторы и специалисты, действующие под эгидой ООН, Организации по запрещению химического оружия, выезжали на работу, рискуя попасть под обстрел любой из сторон конфликта. В результате все технологические мощности по производству химоружия были ликвидированы к ноябрю. Точно восстановленные сроки. За это ОЗХО была вручена Нобелевская премия мира за 2013 год. Вместе с тем никаких неоспоримых доказательств того, какая именно из сторон конфликта применяла химическое оружие, до сих пор не предоставлена. На фронтах, а их в Сирии не один, а много, ситуация за прошедший год менялась неоднократно. Десятки небольших городов и деревень много месяцев живут в ситуации сегодня красные, а завтра белые. По данным разведки Асада, против правительства воюют боевики из 29 различных стран мира. Повстанцы заметно активизировались в начале осени, когда ЦРУ организовали с территории Ордании поставки легкого оружия противника Асада. Отдельно по линии Госдепартамента США в отряды, воюющие с правительственной армией, потекли так называемые невоенные грузы. Автомобили, современные средства связи, полевые аптечки и высококалорийные пищевые наборы, которые составляют рацион солдат армии США в боевых условиях. Всего в этом году, по данным французской газеты «Фигаро», США доставили сирийским повстанцам 600 тонн вооружений и боеприпасов. Еще много лет это оружие будет гулять по регионам. Вашингтон не раз повторял, что оружие поставляется исключительно бойцам так называемой «умеренной оппозиции» и делается все возможное, чтобы оно не попадало в руки радикальных исламистов, близких к Алькайде. Чего опасались, то и случилось. Серьезным ударом по планам американцев в начале декабря стал захват боевиками радикального исламского фронта огромного склада с американскими грузами на границе Сирии и Ливана. Цель этой структуры – создание в Сирии исламского государства. Произошедшее является наглядным отражением того, сколь сложна и опасна нынешняя ситуация в Сирии и сколь она непредсказуема. Мы продолжим поддержку генерала Идриса и умеренной оппозиции, но нельзя закрывать глаза на очевидное. То, что произошло, представляет из себя крайне серьезную проблему, причем не только сегодня, но и в будущем. Тем не менее, США не теряют надежды привести на конференцию по Сирии в Женеву, назначенную на конец января, представительную делегацию объединенной сирийской оппозиции. Россия со своей стороны уже заручилась согласием башера Асада приехать в Женеву и обсуждать без предварительных условий мирное урегулирование и будущее страны. Однако пока сам факт созыва конференции висит в воздухе. Генеральный секретарь ООН считает, что начало мирного диалога по Сирии невозможно, пока в стране ведутся активные военные действия. 2013-й оказался годом, когда сирийский конфликт разросся за пределы, доступные воображению. Люди Сирии не могут выдержать еще один год войны. Да что год, каждый месяц, каждый день. Это новые жертвы и новые разрушения. Гуманитарный кризис в Сирии не имеет аналогов в истории. Число погибших давно перевалило за 100 тысяч. Несколько миллионов стали вынужденными беженцами и живут в палатках в соседних Сирии странах. Только в Турции их полтора миллиона. В Ливане и Ордании немногим меньше. Впереди у них нелегкая зима. А на вопрос, когда они смогут вернуться в родные места, сейчас не сможет ответить никто.